Здравствуйте, с вами Человек Дела. Живой диалог о реальной экономике, в котором гости студии и я, Михаил Попов, обсуждаем тренды в бизнесе и примеры из практики людей дела. На телеканале РБК Южный Регион мы говорим об управленческих проблемах и как наши гости переводят их в измеряемые задачи. Опыт, знание и точность высказываний – все это Человек Дела. Михаил Попов, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Ростовской области, профессиональный поверенный независимый корпоративный директор, победитель 11 национальной премии «Директор года» в номинации «Профессиональный директор госкомпании 2016», победитель премии «Корпоративный директор» 2016 года в номинации «Лучший ревизор акционерного общества с государственным участием», победитель премии «Корпоративный директор» в 2015 году в номинации «Лучший председатель совета директоров акционерного общества с государственным участием». Сегодня у нас в гостях снова Павел Петрович Прибылов. Спасибо, что пришли, Павел Петрович. Павел Прибылов. 2008 год. Победитель регионального конкурса «Премия бизнес-дона» в номинации «Компания года». 2009 год. Лауреат ежегодной международной премии «Лучшая компания». По решению Фонда содействия развитию предпринимательства России и Экспертного совета Госдумы Федерального Собрания России присвоено звание «Социально ответственное предприятие». 2011 год. Первое место в номинации «Лучший поставщик» в региональном форуме «Гоззаказ Ростовской области». 2015 год. Благодарность министра здравоохранения России Веронике Скворцовой за организацию помощи в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Председатель совета директоров группы компаний «Фармацевт», учредитель сети аптек «Социальная аптека». Завершая нашу предыдущую программу, мы, если помните, договорились снова встретиться. И очень понятно, что это случилось именно в начале этого года. Павел Петрович, какие изменения произошли и в вашем бизнесе, и в вашей общественной деятельности за этот год. Я знаю, что у вас развивается фонд Николая Чудотворца. Почему именно так он называется? И вообще зачем успешному и крупному бизнесмену собственный фонд? Добрый день. Изменений много. Изменений достаточно много, в том числе позитивных, и в бизнесе. Наверное, они достаточно успешные изменения, поэтому позволяет больше внимания уделять таким вещам, как фонд, как благотворительность, собственно, что мы и делаем. Наступивший год у нас по фонду юбилейный, нам 10 лет. Это, конечно, может быть небольшой период, но с человеческой, так сказать, точки зрения, достаточно большой период, который может позволить, ну, немножко оглянуться назад, посмотреть, что сделано, посмотреть, правильно ли сделано, каким результатом мы пришли. Как сказал Серафим Саровский, спаси себя и будет с тебя, или по-другому, если точная его фраза, спаси себя и вокруг тебя спасутся многие. Успешные бизнесмены, крупные промышленники действительно очень часто создают фонды. Это социальная ответственность бизнеса, либо же дальнейшее развитие профессиональной деятельности? С профессиональной деятельностью сложно связать, кроме как результат этой деятельности, это успешная деятельность фонда. Спаси кого-нибудь спасутся тысячи. Есть еще такое выражение. Сделай добро, брось его в воду, сделай такое выражение. Есть такое выражение. Пускай правая рука не знает о том, что делает левая рука. Есть такое выражение. Вся философия этих мыслей направлена на то, что человек человек, в общем-то, брат, и он, наверное, должен помогать по мере своей возможности. Вы сказали, Павел Петрович, что фонду уже исполнилось 10 лет. За 10 лет всегда направление деятельности оставалось неизменным или какие-то программы менялись, какие-то добавлялись? И сейчас какие основные программы в фонде действуют, кто может к нему обратиться? Ну, фонд, фонду действительно 10 лет. И до фонда тоже была благотворительная деятельность, но она была не системная. И только большое количество обращений там лично ко мне, к предприятию привело к мысли о том, что необходимо это как бы систематизировать и сделать на более такой постоянной и системной основе. И вот за 10 лет, конечно, мы, в общем-то, не считаем, что мы делаем или как мы делаем, но сейчас 10 лет юбилея. Мы немножко посчитали, и у нас оказалось, людей, которые получили помощь от фонда, это ни много ни мало 7500 человек. Это все граждане России, жители Ростовской области или приезжие? Ну, я думаю, процентов 95 это граждане России, собственно, и Ростовской области. Ну, я думаю, есть и те, которые обращаются из других мест. Но принцип фонда такой, что он не делит нуждающегося по какому-то там, по какой-то принадлежности к территории, к национальности. Он делит только лишь по нуждаемости и возможности оказания помощи этому человеку. Но у нас как бы сформировалось несколько таких основных направлений. Это порядка пяти программ на сегодняшний день. Звучат они по-разному. Первая самая такая емкая – это дети как дети. В нее входит порядка, ну не то, что входит, мы оказали помощь порядка 3 тысячам детей, из которых тысяч – это дети-инвалиды, которые проходят разные курсы реабилитации, получают разную помощь. У нас есть соглашения со многими реабилитационными центрами, в которых эта помощь этим детям оказывается. И нам приятно наблюдать, что всегда есть какие-то существенные улучшения у этих детей. И, собственно, это дает как бы, собственно, радость, само удовлетворение некоторое о том, что твои усилия, твоя деятельность не уходит в пустое никуда. Также у нас есть программа, называется она так «Территория чуда». Мы строим детские площадки всевозможные, порядка девяти уже построили в детских домах, там, где сироты и так далее, чтобы, ну, ребенок он ребенок всегда, независимо от того, как у него складывается жизнь, ему интересно поиграть и радоваться. Построили недавно сенсорную комнату. У нас также, это из системных вещей, большая работа ведется с пенсионерами, с инвалидами, те, которые в силу каких-то своих жизненных причин оказались, ну, людьми в категории нуждающихся. Мы им также помогаем. Ну и есть у нас еще такая программа, которая называется «Добрый Ростов». Это некий такой марафон добрых дел. А как прийти волонтерам к вам? Может быть, у вас еще открыта запись, потому что в этом году у нас год волонтера, объявлен президентом, и наверняка и в вашем фонде есть вакансии волонтерские. Как таковых вакансий у нас, собственно, нет. У нас, ну, скажем так, нужда в волонтерах возникает по мере реализации той или иной программы. То есть просто заходите на наш сайт, и там есть достаточная информация о том, и как стать благотворителем, и как найти кого-то, кому, собственно, вы желаете оказать помощь. Мы всегда стремились к тому, чтобы наш фонд был таким инструментом, связывающим звеном между людьми, которые хотят оказать помощь. Я знаю, что таких достаточно много. Возможно, они не всегда знают, как это сделать. И вот этот наш фонд, он может быть таким хорошим связующим звеном. То есть любой человек может выбрать, условно, себе там подопечного, выбрать формат помощи. Это не обязательно деньги, это может быть, не знаю, доброе слово, это может быть помощь какая-то... По уходу. По уходу это может быть какая-то одежда. Это какие-то обычные человеческие вещи, которые мы всегда хотим, это важно, предоставить с достоинством. Так, чтобы лицо, которое это принимает, не чувствовало себя как-то там каким-то, знаете, чтобы оно чувствовало себя равноправным участником нашего социума. Какой портрет благотворителя, который обращается в ваш фонд? Это люди с достатком выше среднего, либо же это люди с самым разным достатком, которые просто находят время для того, чтобы сделать добрые дела? Ведь не обязательно действительно стать и быть сверхобеспеченным человеком, чтобы быть благотворителем. Это же делается по зову сердца, а не от размеров собственной обеспеченности. Да, вы абсолютно правы, что это делается по зову сердца. То есть у человека бывает потребность сделать добро, и если он приходит к нам, мы эту потребность его реализуем путем предоставления информации о том, как он сможет это сделать. Ну, я хочу сказать, что фонд финансируется там на 85% за счет средств, собственно, компании, собственной конторой, которой я являюсь. И мы бы хотели именно вот расширять деятельность фонда, как я еще подчеркну эту мысль, что мы хотели бы, чтобы фонд был таким вот чистым, прозрачным инструментом между благотворителем, который существует, и нуждающимся, который тоже существует. Часто они не могут друг друга найти. Фонд, получается, выполняет некоторые функции предоставления государственных общественных услуг, то есть перераспределение социального равенства, то есть выравнивание социальное. А в свою очередь органы государственной власти помогают как-то фонду, участвуют ли в гарантовых программах, либо же было признано это нецелесообразным. Как вообще складывается взаимоотношение фонда с государством? Ну, нет, мы не получаем никакой помощи. Ну, может быть, только по проекту «Добрый Ростов». Ну, помощь-то такая, она методологическая, так сказать, разрешают, допускают. И мы в прошлом году получили грамоту в номинации, второе место в номинации «Лучшие социальные практики города». Города? Да, по этому направлению. Ну, еще раз подчеркиваю, у нас нет каких-то там государственных задач или там еще каких-то. Нет, мы не выравниваем. Мы просто стараемся любому, кто обратился, увидев, что он нуждается, оказать помощь. Вот это главное. То есть помочь человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. А где находится ваш фонд? Наш фонд находится по адресу Беломорский, 94, в Ростове-на-Дону. Павел Петрович, вот мы про взаимодействие с государственной властью поговорили. Как финансируется, тоже, в принципе, понятно. А вот за годы становления фонда все-таки, он начинался в тучные нулевые годы. В нулевых годах, когда у нас был взрывный рост экономики, у нас применялись некоторые новые технологии, которые позволили давать высокую норму прибыли, изменилось ли отношение людей к благотворительности? Тогда это было, может быть, несколько свежо, а сейчас люди, скажем так, стали более экономные благотворители. Как вот отслеживает ли это фонд? И даже если не отслеживает, все равно мнение на этот счет, безусловно, есть. На заре 90-х, в эпоху Ельцина, фонд – это была некая такая налоговая лазейка. И, конечно, эта лазейка, она дискредитировала саму идею благотворительности, потому что я знаю, что крупные компании через фонды, ну, просто делали оптимизацию налогов. И как бы в обществе через телевидение, через прессу было сформировано достаточно устойчивое мнение о том, что благотворительность – это некая такая формула ухода от налогов, в общем, что-то нечистое, что-то плохое и так далее, и так далее. И инерционные вещи, наверное, сохраняются, поэтому мы старались и стараемся в своем фонде показывать абсолютную прозрачность нашей деятельности. Вот она прозрачна до невозможности. То есть любой человек может увидеть, посмотреть, оценить, пощупать. Почему мы это делаем? Ну, собственно, это по большому счету мои деньги, я могу это не делать, это, собственно, для меня. Но я сейчас говорю, и цель моего, возможно, сегодняшнего выступления заключается именно в том, чтобы фонд по мере возможности становился связующим звеном между благотворителем и благополучателем. А здесь нужна чистейшая репутация, полнейшая прозрачность, вот, чтобы ни те, ни сомнения не возникало в том, что человек, если отдает копейку, либо там что-то, что она дойдет до необходимого адресата. Павел Петрович, мы сейчас подробно обсудили, как фонд был образован, и цели фонда мы тоже обсудили. Но если вот теперь, приходя к практической плоскости, как можно обратиться в ваш фонд? Что для этого нужно? И вот если можно поподробнее о программах, которые ваш фонд реализует? То есть вот прямо вот сейчас, если захотят обратиться люди, и с другой стороны, пользуясь тем, что мы находимся на телевидении, нас смотрит предпринимательское сообщество, обратиться к предпринимателям, принять участие в формировании благотворительного фонда, для того, чтобы те добрые дела, которые делает фонд, были более широко представлены. Вот как практически это сделать, Павел Петрович? Предприниматели просто могут знать, что существует такой фонд, который они могут использовать в своих благотворительных целях. И в конце передачи мы обязательно дадим адрес и сайт. Да. А более подробно о взаимодействии с фондом и о самом фонде в глубине его может представить информацию Мусиченко Виктория, это исполнительный директор фонда, который с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Вам, Павел Петрович, я хочу сказать большое спасибо за то, что вы нашли время прийти в нашу студию. Спасибо вам. И большое спасибо за вашу гражданскую позицию, которая является примером для предпринимателей. Спасибо вам. Спасибо. Удачи. Виктория Мусиченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Николай Чудотворца», окончила Ростовский государственный экономический университет, магистр экономических наук, член Содружества «Добрые города», организатор всероссийских и молодежных форумов, таких как «Селигер», «Арктика», «Дорога на Борнео» и другие. Эксперт социальных проектов наследия волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Виктория, спасибо, что вы пришли. Только что мы говорили с Павлом Дмитриевичем, с учредителем фонда, которым вы управляете, о причинах, которые побождают предпринимателей создавать фонд и заниматься благотворительностью. Но теперь если перейти к практическим вопросам. Ваш фонд имеет сайт и, наверное, имеет какую-то структуру. Как вас найти, как вам прийти и вообще сколько времени вы уделяете на прием граждан? Добрый день, спасибо за приглашение. Наш благотворительный фонд работает с 2008 года и на протяжении всех этих лет оказывает помощь гражданам нашей страны, нашего региона. Находимся мы на Беломорском 94, это район Днепровского рынка. Сколько к нам людей приходит? Достаточно много. Больше ста человек в месяц к нам приходят постоянно. Это и семьи, воспитывающие тяжелобольных детей, многодетные семьи, пожилые люди, ветераны. А также к нам обращаются и очень часто социальные центры для несовершеннолетних и центры помощи детям. Это наши бывшие детские дома. То есть вы оказываете помощь гражданам и институтам, которые находятся на этом рынке предоставления государственных общественных услуг. Все верно, но мы стараемся оказывать адресную помощь. И я имею в виду воспитанников центров помощи детям. То есть мы стараемся их оснащать вещами, констоварами, средствами личной гигиены. То есть именно помощь детям. Сколько человек работает в фонде? На данный момент у нас сейчас работает пять сотрудников. И получается с увеличением количества обращающих мы в этом году увеличили штат. И как раз у нас с этого года стало работать такое направление, как юридическая консультация по праву социальному. Мы обсуждали уже с Павлом Митровичем о том, что большое количество волонтеров привлекается вашим фондом. Как стать вот практически, как стать волонтером? И сколько времени будет волонтер вашего фонда тратить на общественную деятельность? Волонтером нашего благотворительного фонда может стать каждый и юный школьник, и студент, и даже взрослый и пожилой человек. Достаточно всего лишь написать заявление, принести паспорт. Мы проведем с ним собеседование, внесем его в базу и будем приглашать. Стать волонтером, это не значит оказывать какую-то денежную помощь. Это можно просто делать добрые дела, сходить в гости к пенсионеру, оказать нам помощь на мероприятии, раздать листовки. Мы призываем пиарщиков и дизайнеров помогать тоже фонду, потому что не всегда у нас хватает сил, чтобы разрабатывать те же листовки и баннеры на наших мероприятиях. Сколько времени в среднем волонтер тратит на деятельность фонда? Это зависит от его желания. То есть он может поработать и 10 минут, и может уделить этому и целый день. Все зависит от того, как ты хотел бы. Есть пять программ в фонде, да? Да, все верно. Если поподробнее вы расскажете об этих программах, я убежден, что те, кто нас слушают, те, кто нас видят, могли бы присоединиться к ним. Потому что пример, который показывает фонд, он вовлекает других предпринимателей в благодарительную деятельность. И так пять программ. Мы старались систематизировать работу фонда, чтобы каждый человек получил то, в чем он нуждается. Одна из самых основных и больших программ – это программа «Дети как дети». Она направлена на оказание помощи тяжелобольным детям. Это имеется в виду оплата реабилитационных курсов, приобретение какого-то медицинского оборудования, медикаментов. Мы на данный момент работаем с 40 реабилитационными центрами и больницами. И это не только у нас в стране, но и за границей. Это одна программа. Вторая? Вторая программа – это «Территория чуда». Она направлена на установку игровых площадок и инвентаря. И инвентаря на этих игровых площадках. Как обратиться в ваш фонд? Нужно как-то выделяться, чтобы получить игровую площадку? Мы стараемся работать с детскими учреждениями, именно центрами помощи детям. Именно в этих учреждениях, к сожалению, стоит острая проблема отсутствия инвентаря. Понятно. Третья программа? Третья программа – это программа помощи ветеранам и пожилым людям, где мы оказываем помощь в оплате и реабилитации, приобретение медикаментов и просто организовываем какие-то чаепития с нашими ветеранами. Четвертая? Четвертая программа – это, наверное, самая масштабная, которая работает на привлечение как раз-таки горожан и всех желающих принять у нас участие. Это программа «Добрый Ростов». Мы ежегодно проводим фестиваль «Добрых дел», «Добрый Ростов», на который приглашаем представителей бизнеса, власти, благотворительные фонды, какие-то социально ориентированные некоммерческие организации, естественно, всех горожан. И пятая программа? И также у нас существует программа «Я – мама». Это поддержки многодетных мам, одиноких родителей и беременных женщин. Вот вы сказали в числе этих программ о том, что вы готовите марафон «Добрых дел». Да. Вот уже, может быть, можно пригласить к участникам в этом марафоне наших телезрителей? Или еще преждевременно об этом говорить? Нет, я считаю, что об этом нужно всегда говорить. И, естественно, мы приглашаем всех представителей бизнеса, власти, любых физических лиц. Если вы хотите принять участие в «Добрых делах» и не знаете, кому и как помочь, приходите к нам в фонд, мы вам и дадим адреса помощи, покажем те семьи, которые нуждаются в вашей поддержке. И если у вас не будет времени сделать это именно в течение двух недель во время марафона «Добрый Ростов», то вы можете это сделать в любой день. Большое спасибо за то, что пришли, и большое вам спасибо за вашу работу, Виктория. Успехов, и обязуюсь обязательно принять участие в том марафоне, когда и если вы пригласите меня. Это очень здорово, спасибо, мы обязательно вас пригласим. Спасибо. Продолжение следует... С вами был Человек-Дело на телеканале РБК «Южный регион». Выбираете двери? Добро пожаловать в «Двери Вэлл». До 7 лет гарантии на товар. 100% лучшая цена. 10 лет гарантии на монтаж. «Двери Вэлл». Правильный выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова